Южная Корея приводит Беларусь к креативную экономику. Азиатский аналог нашей модернизации. На неделе с первым в истории двухсторонних отношений визитом в Минске побывал министр науки, информационных технологий и перспективного планирования Чхве Янхи. Страна многие годы возглавляет планетарный рейсинг самых передовых в сфере IT-технологий, являясь наиболее прогрессивной в мире, что касается телекоммуникаций, внедрения электронного правительства, проникновения мобильной связи и интернета. Позади такие гиганты, как США, Евросоюз и Япония. В Корее более 80% населения пользуются интернетом. Уровень проникновения средств мобильной и фиксированной связи тоже один из самых значительных в мире – 84%. Южнокорейцы занимают первое место на планете по использованию пластиковых карт. По статистике, американцы делают 78 транзакций по кредитным картам на человека. Канадцы – 90, а жители Южной Кореи – около 130. Разумеется, Беларуси интересен только самый передовой опыт в IT-сфере, и здесь наработки Сеула используются в полной мере. Наша страна уже плотно работает с корейскими специалистами. Их консультации, практическая помощь и прямые инвестиции стали регулярными. Контакты на уровне Беларусь-Корея в последнее время активизировались. Прошел ряд встреч южнокорейских министров и руководителей крупнейших компаний с помощником президента, руководителями белорусских ведомств и предприятий. В марте прошлого года в Минске находилась представительная делегация экспертов из Южной Кореи. Они изучили возможности инфраструктуры и поделились своим опытом во внедрении электронного правительства. Тогда же состоялся совместный семинар на тему выработки национальной политики и планирования в сфере электронного правительства. А уже в этом году состоялся белорусско-корейский форум инноваций в науке и технологиях. Позже с деловым визитом у нас находилась делегация одной из крупнейших корейских компаний LS Network. Тогда были и подробно рассмотрены предложения по реализации в Беларуси системных проектов в области информатизации и информационно-коммуникационных технологий. Все это ожидаемо привело к первым конкретным результатам. Корейцы уже инвестировали миллионы долларов и знания в ряд белорусских предприятий, профинансировали и организовали центр информационного доступа. Основными направлениями их работы станут образовательная деятельность в области ИКТ, обучение инновационных предпринимателей, проведение конференций, семинаров и презентаций по использованию ИКТ в разных сферах. А еще он станет площадкой для обмена опытом между организациями Беларуси и Южной Кореи в области информатизации. А вот еще один проект. Беларусь будет бороться с контрафактной продукцией с помощью системы интеллектуального мониторинга логистических потоков RFID-технологий. Свой опыт внедрения, помощь профессионалов в технологии и свои инвестиции компания LS Networks предложила нашей стране. Деловой подход и скорость принятия решений корейская компания считает залогом успеха. В феврале первый визит в Минск, а в августе первое соглашение и только пилотный проект оценивается в 20 миллионов долларов. В целом RFID-технологии используются для контроля в режиме онлайн за товарными потоками, передвижением грузов, мониторинга складских запасов и идентификации товаров. Областями применения RFID помимо товарных рынков сегодня являются также электронные идентификационные документы, паспорта, транспортные билеты, ключи и карты доступа, защита библиотечных и музейных фондов. Безусловно, это только начало большой совместной работы. Эксперты не сомневаются, что поле для сотрудничества Беларуси и Кореи широчайшее. Уже очевидно, что IT-сфера стала своеобразным локомотивом экономических связей двух стран, потянув за собой другие отрасли. Вот пример. Корейская Дансунг Биофарм привезла в Сеул уникальную технологию лечения рака кожи. Разработчик – наши БелМедпрепараты. Аналогов в мире нет, эффективное лечение и минимальный ущерб организму. Результаты испытаний подтверждены корейской стороной. Еще 2-3 года уйдет, чтобы внедрить фоталон в университетские клиники. Там врачи смогут изучать новый метод и разнести знания о нем в медицинской среде. Затем мы будем наращивать использование фотодинамической терапии, как в самой Корее, так и экспортировать на рынки третьих стран. Затем мы будем наращивать в Сеул университетских клиники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова